Педагоги Центра дополнительного образования города Эскитима развивают в детях стремление к прекрасному, способность жить в гармонии с природой и самим собой. Этому способствуют и занятия в Центре Аквариум, и участие в конкурсах. Один из них вот-вот начнется. Едва перешагнув порог за Центр Аквариум в Эскитиме, попадаешь в умиротворенную атмосферу, где тебе открываются тайны подводных обитателей пяти континентов. И под щебет птиц ты забываешь о стремительном темпе жизни города. Здесь юные натуралисты постигают тайны краеведения, искусства аквариумистики, привыкают бережно относиться к экологии. Насколько увлечены дети, свидетельствуют регулярные выставки по итогам конкурсов. Сейчас в нашем зооцентре работает выставка, которая организована по итогам межрегионального конкурса «Аквамир», посвященного Году памяти и славы. Здесь представлены работы победителей и призеров этого конкурса, учащихся школ, детских садов. Здесь у нас много работ из районов Новосибирской области. Принимало участие у нас Ярославль, Смоленск, зоопарк Смоленский. То есть, в принципе, территория достаточно обширная. Участники конкурса из дальних городов присылали работы по электронной почте, а искитимские юные художники и творцы приносили свои работы в зооцентр «Аквариум». Теперь эта яркая выставка украшает пространство и радует посетителей. Вот в «Аквамире» на конкурс поступило более 300 работ. То есть, там включая только художественное и литературное творчество. И в этом году у нас в этом конкурсе была новая номинация. У нас нужно было рисунок в графическом редакторе придумать в связи со сложившейся ситуацией, так как дети в основном дистанционно работали. У нас поступили очень красивые работы, в графическом редакторе выполненные. Поэтому мы стараемся охватить довольно обширную территорию, то есть выходим на межрегиональный уровень. Уже сегодня педагоги Центра дополнительного образования разрабатывают положение нового конкурса и уверены, что он найдет широкий отклик как у ребят, так и у их родителей. Ведь каждый человек желает быть здоровым. Конкурс называется «Академия здорового питания». Направлен он на повышение культуры питания среди обучающихся муниципальных учебных учреждений города Эскетима и учреждений дополнительного образования. Идея этого конкурса у нас появилась еще в начале прошлого года, когда мы со своими старшими детками начали готовиться к региональному конкурсу этнокультурной направленности «Истоки». И там нужно было описать какое-то национальное блюдо, соответственно, указать способ его приготовления, технологию, рецептуру. И мои старшие дети ко мне обратились к таким предложениям. Почему бы нам самим не запустить такой конкурс и не разработать тоже какие-то свои рецепты? Мы подумали и все-таки приняли решение, что такой конкурс нам нужен. Тем более, что сейчас в последнее время популярность здорового питания, здорового образа жизни среди молодежи растет. Поэтому я думаю, что он будет очень актуальным. Конкурс нацелен на аудиторию дошкольников, младших школьников и учащихся среднего и старшего звена. Конкурс проводится по двум номинациям для дошкольников. Это они рисуют рисунки. Тема называется «Овощи, ягоды, фрукты, самые витаминные продукты». И, соответственно, вторая номинация «Вместе на кухне веселее». То есть здесь они готовят с родителями какое-то полезное блюдо и представляют на конкурс фотографии приготовления этого блюда. Для младшей школы, средней и старшей школы у нас немножко побольше номинаций. Там они уже чуть-чуть посложнее. То есть первая номинация – это «Правила правильного питания». Ребята должны будут нарисовать плакат «Правила поведения за столом» либо «Культуру питания». Вторая номинация у нас – это «Сказка» на тему тоже здорового питания. Третья номинация – это «Из чего варят каши». То есть ребятам нужно будет представить в виде презентации рецепт, технологию приготовления названия блюда, учитывая ее калорийность и энергетическую ценность. И четвертая номинация – это видеоролик социальной рекламы о пользе правильного и здорового питания. Организаторы стремятся развить у детей и их родителей чувство интереса и готовности вести здоровый образ жизни, желание больше узнавать и использовать вкусные рецепты и развивать свой творческий потенциал. Конкурс у нас стартует 1 февраля и до 15 марта включительно. С 15 марта по 15 апреля у нас будет подведение итогов, соответственно, потом оформление выставки. Здесь у нас в зооцентре аквариум по итогам конкурса. Это те, кто будет представлять художественное творчество, то есть рисунки, плакаты. Со своей стороны телекомпания «Исток» будет выступать информационным партнером конкурса. Мы расскажем и покажем лучшие работы и рецепты в нашем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова